Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу 7 правил об уходе за собой. Бровям я уделяю отдельное внимание, потому что взглядом мы всегда встречаемся с другими людьми. Мои брови тонкие, я фиксирую их воском, чтобы они смотрелись опрятнее и красиво обрамляли лицом. Отдельное внимание я уделяю кончику брови, создавая контур. Я подбреваю пушок. Еще одной интересной находкой стала бритва, специальная для бровей. Ее я использую в редких случаях, когда хочу добиться идеальной формы брови, например, на фото или видеосъемке. Возможно, предстоит какое-то важное мероприятие, и я хочу выглядеть идеально, тогда я подбреваю пушок сверху брови и убираю снизу. Пока я продолжаю рассказывать свои правила ухода за собой, напишите одно свое правило ухода за собой в комментариях. Всем нам прожужжали уши про то, как загорать на солнце вредно. К сожалению, это так и есть. Как бы я не любила солнце, я стараюсь от него защититься по максимуму. Для лица я использую мощный SPF 50 от COSRX. Мощное корейское средство с добавлением алоэ на все лицо до макияжа. А если я хочу сильной защиты и удобного нанесения, я использую спрей масла от Lancaster. Также с защитой SPF 50. Его можно наносить как на лицо, так и на тело. Ну а если я оказалась на пляже и часто хожу к морю, тогда я использую несмываемый спорт гель с защитой SPF 30, чтобы купаться. Потоотделение. Очень скользкая тема, о ней сложно говорить. Я стараюсь не использовать типичные и привычные нам дезодоранты. Каждому подходит разное, я это прекрасно понимаю. Я использую натуральный дезодорант на основе масел, который убирает бактерии, тем более перед занятием спортом, чтобы все шлаки и токсины выходили через пот. Не блокируя потоки желез, а антиперспиранты использую, ну, перед свиданием. Здоровый сон равно красотам. Для себя я давно определилась, что если сон длится меньше 8 часов, то я себя чувствую и выгляжу намного хуже. Быстрее и крепче уснуть получится, если подготовить свою подушку за час до сна. На нее можно распылить специальный спрей, как и этот с добавлением лаванды, или обычное эфирное масло. Расслабить свою нервную систему и войти легко в сон. Спать это приятно и очень полезно. Еще один бьюти-нюанс это качественная и чистая наволочка. На шелковых наволочках спали принцессы. А я что не принцесса? Поэтому я себе позволила эту роскошь. Такие наволочки за счет скольжения не создают заломов. В отличие от жестких хлопковых наволочек, образуя морщины и во сне сминая сухие ломкие волосы. Кожа на шее очень тонкая и в какой-то момент она начинает выдавать признаки старения. Достаточно лишь увлажнить шею и зону декольте, немного помассировать. Этого внимания ей хватит, чтобы она отплатила вам красотой. Убираем целлюлит. Никому не нужна апельсиновая корочка на бедрах. Это самый страшный сон женщины. Правильное питание, конечно, залог красивой кожи. Но быстрый эффект можно достичь в домашних условиях. Применяя различные скрабы. Я очень люблю запах Будда скраба. Его и все продукты из видео можно купить на сайте Look Fantastic. Я сделаю подборку в описании видео. А возвращаясь к движениям, которые я делаю, это разгоняющие лимфу. Я делаю скрабирующие движения, стараясь не поцарапать кожу. Ежедневное массирование проблемных зон. Удобнее делать специальным массажером, чтобы качественнее проработать проблемную область. Например, живот или бедра. Он раздвигается, и им можно подлечь в любую область. Им я энергично массирую перед нанесением антицеллюлитной маски или масла для тела. Такая приятная процедура, как домашний массаж с сухой щеткой. Перед душем снизу вверх прохожусь с сухой щеткой, чтобы слить отеки и наладить кровообращение. В отличие от банки, она еще отшелушивает кожу. И закрепить результат поможет антицеллюлитное масло. У меня от Элемис. С этим маслом кожа быстрее обновляется и затягиваются микроранки. Оттенок загара. Он очень важен. При загаре на солнце я добавляю в свой рацион биодобавку с каротином. За три недели до моря я начинаю принимать любые средства с каротином. В данном случае у меня удобные таблетки. На отдыхе в Грузии я пила капли также с каротином. И это не дало мне сгореть на море. И сделало мне красивый золотисто-бронзовый загар. Осенью я планирую поехать в отпуск. Поэтому подготавливаю свою кожу заранее. И вы тоже позаботьтесь об этом перед поездкой. Чтобы душа была спокойной, вы просто обязаны попробовать автозагар. А вдруг понравится? Я сама раньше ненавидела автозагар. Из-за его неприятного запаха. У меня есть школьная подруга, которая раньше занималась бальными танцами. Мы сидели с ней за одной партой. И в школу она часто приходила, щедро намазавшись этим автозагаром. Я нюхала это 7 уроков подряд. И, конечно, потом возненавидела его. Через какое-то время появились новые средства без этого неприятного запаха. И это средство как раз такое. Я его наношу на 24 часа и на утро смываю. Можно нанести только на ноги. Оно придает небольшого сияния. Я бы не сказала, что оно кардинально делает вас черной. Вот и все 7 правил, которые идут со мной по жизни. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Будьте самими красивыми. Будьте самими счастливыми. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.